Уважаемые коллеги, с точки зрения лекарственного лечения, вы знаете о грандиозном провале этого года. Это исследование третьей фазы с препаратом Alleratumab, который мы очень ждали. Это селективный блокатор PDGF-beta. И это исследование третьей фазы, которая действительно с крахом провалилась. При этом по расширенному доступу лекарство продавалось уже в Соединенных Штатах в течение полутора лет, и в Европе приблизительно так же. Поэтому я решил поменять название и тематику, поскольку мне нового вам сказать кроме этого нечего. И, наверное, такие блоки, они были более логичные. Только вопрос от локализации или от морфологического подтипа. Здесь я до конца не определился, поэтому я смешал оба подхода. И локализации, и разные морфологические подтипы. Конкретно сейчас это молочные железы и какие мезонхимальные опухоли там встречаются, что с ними делать и какие есть подходы. Это более чем гетерогенная группа развивается. Вы знаете, есть первичные сарково-молочные железы, есть вторичные. Как последствия лучевой терапии или после лимфостаза, после лечения рака молочной железы. Клинически имитируют некоторые из них эпителиальные опухоли. Некоторые из них выглядят абсолютно уникально. И даже внешне тебе не нужен морфолог, потому что ты знаешь, что это будет гистологически. А с разными вариациями изменения кожных покровов, можно предположить, уже будет и грейт, и что можно будет делать с этим больным. Эпидемиология саркомолочных желез – это менее 1% всех злокачественных новообразований. Молочные железы – и менее 5% всех сарком мягких тканей. То есть это редкие болезни, бывает редко. На основании данных Национального ракового института США ежегодная заболеваемость среди женщин 4,6 на 1 миллион случаев, средний возраст до 50 лет. Подавляющее большинство – это женщины. Всего лишь в полутора процентах отмечается встречаемость у мужского населения. Частоту вторичных сарком определить сложнее, потому что есть абсолютная величина риска возникновения после тех или иных воздействий. Здесь представлены данные по влиянию на возникновение вторичных сарком или ангиосарком молочной железы после выполнения лучевой терапии по поводу лечения рака молочной железы. Но зависимость от лучевой терапии, безусловно, есть. Морфологическая характеристика, если вы посмотрите правые и левые таблицы, это, наверное, большинство подтипов, которые встречаются, и наиболее частым. Это ангиосаркома и следующие – это злокачественные листовидные опухоли. Это такие популяционные данные, обзорные, которые, в принципе, удалось найти по локализации мезонхимальных опухолей в области молочной железы. Злокачественная листовидная опухоль. Здесь, наверное, морфологи после этого меня могут поправить. Есть три основных варианта. Есть доброкачественные, есть злокачественные, есть дедифференцированные. Дедифференцированные – это уже в полной мере саркома. Это опухоли, которые метастазируют в легкие и ведут себя так, как обычные саркомы мягких тканей. Листовидная же опухоль составляет менее 1%. По исследованиям, проведенным в США, за 17-летний период заболеваемость среди женщин 2,1 на 1 миллион случаев. И средний возраст, это пятая декада жизни, наиболее часто встречается. Развитие связано с наличием генетического синдрома лифроумения. Это вот то сомнодоминантное заболевание, которое характеризуется множественными нооплазиями. И как раз это и является основным драйвером канцерогенеза развития этой опухоли. В большинстве случаев это доброкачественный вариант, который представлен до 64%, а в остальном это пограничные и злокачественные. Вы видите, система грейдинга по клеточности стромы, по методической активности и по плеоморфизму. В принципе, эти все данные используются для французской системы оценки степени злокачественности при саркомах мягких тканей. Интересные данные, которые позволили приблизительно выявить, а в каком же проценте злокачественные филоидные опухоли метастазируют. Это приблизительно где-то в 30%. Еще интересно, была обнаружена мутация МЕД-12. Она была обнаружена и в фиброденомах, и в листовидных опухолях. И, вероятнее всего, она является начальным триггером этого заболевания. И она может приводить к аномально активированным сигналам эстрогена. Это может являться как и прогностическим маркером, так и, в принципе, дифференциальным маркером. А это наиболее часто встречающиеся подтипы. Это ангиосаркомы. Это очень сложная группа. Сложно представить себе органность ангиосаркомы, как это неказуистически звучит. Это, вероятнее всего, опухоль, которая, во-первых, она бывает во всех абсолютно частях организма и по-разному всегда ведет. И вы знаете, есть ангиосаркомы в коже волосистой части головы. Это одно. Есть в результате лимфостаза. Это совершенно другое. Есть истинные ангиосаркомы органны. Это и печень, и селезенка, и почки. Есть забрюшинные ангиосаркомы. Редко встречаются ангиосаркомы на конечностях. Истинные ангиосаркомы, которые находятся в глубине мышц. Возрастная категория – это до четвертой декады жизни, но средний возраст при этом составляет 64 года. В популяционном исследовании риск развития ангиосаркомы у женщин с диагнозом рак молочной железы по сравнению с женщинами, которые не болеют, в 60%. Среди вторичных выделяют радиоиндуцированную ангиосаркомы индуцированную лимфостазом. Это синдром Стюарта-Трифса. Был описан в 1948 году. Кроме этого, у женщин, получающих лучевую терапию в качестве одного из компонентов лечения рака молочной железы, риск развития ангиосаркомы по разным данным до 16 раз выше по сравнению с теми, кто не получал лучевую терапию. И средняя продолжительность по времени возникновения радиоиндуцированной саркомы – это 6 лет. Но есть случаи, когда раннее радиоиндуцированная саркома, и есть случаи, когда позднее. Позднее достигает более 40 лет. Недавние исследования показали, что ангиосаркомы ДНОВА имеют более отчетливый генетический профиль по сравнению с индуцированными саркомами. И я в конце своего доклада это покажу на собственном примере. Высокий уровень амплификации гена МИК обнаружен в большинстве радиоиндуцированных сарком. Это тоже тема известная, и это относится не только к ангиосаркому, а в принципе к радиоиндуцированным саркому. Прогноз плохой, средняя выживаемость не превышает года от момента постановки диагноза. Это и очень маленькая популяция группы больных, которые удается выжить при местном, при локализованном процессе даже. Ну и хирургическое вмешательство – это как метод выбора, несмотря на высокий риск рецидива. И опухоль очень чувствительна к лекарственному лечению. Проблизительно так это выглядит. Вы видите, пациентка была прооперирована по поводу рака молочной железы, была выполнена реконструктивно-пластическая операция. И спустя 4 года после окончания комбинированного лечения вот такая выраженная инфильтрация с типичными фиолетовыми пятнами. Это вторичная ангиосаркома, но не на фоне лимфостаза, а как последствия проведенная лучевой терапией, поскольку первичный хирургический этап выполнялся не в объеме радикальной мастектомии, радикальной резекции. После этого был проведен курс лучевой терапии. Клинические характеристики. Здесь обратите внимание на адъювантный столбец. Клиники, которые занимаются лечением сарком, там практически в 100% химиотерапия. Клиники, которые не занимаются лечением сарком, там только лучевая терапия. Вот это как раз так называемый дисконсенсус идейный, поскольку это крайне агрессивные опухоли, и считается, что понятно, если какие-то положительные края резекции, там рейс сечения или лучевая терапия, но обязательно необходимо проводить лекарственное лечение. Это же показывают и данные по режимам, которые есть. Вы видите, последний столбец. Выживших практически не остается. И режимы химиотерапии, которые используются, это сборные данные, еженедельный паклитоксел, но мы его в наших клиниках используем в основном для лечения пожилых пациентов с синдромом Стивена Трифса или же ангиосаркома волосистой части головы, а для других локализаций идут более активные, более агрессивные режимы. Рекомендации НССН, я не буду подробно на них останавливаться, они с 2017 года никаким образом не изменились. Здесь наличие метастатической болезни, лечение как сарком мягких тканей. Это то, что касается филлоидных опухолей. В 2018 году и 2019 году то же самое саркома мягких тканей, препараты, которые используются. И на первом месте, видите, при ангиосаркомах стоит паклитоксел, поскольку это были наибольшие популяции пациентов, которые были оценены по эффективности именно паклитоксела в лечении ангиосаркома. Европейские рекомендации, смешанные с НССНом, и здесь частично не складывается полностью пирамидка. Первичные саркомы молочной железы для таких пациентов, в особенности речь идет об ангиосаркомах, более 5 см, а дивантный режим химиотерапии на основе токсанов является предпочтительным. Это выдержка из НССН. Что не есть так. Почему? Потому что есть ангиосаркомы, которые в промежуточной степени злокачественности есть относительно благоприятные, их немного по количеству. Более 5 см для ангиосаркома – это уже большая опухоль, это уже запущенная стадия, и я покажу это дальше на клинических примерах. Другая группа пациентов – радиоиндуцированная. Для таких, вне зависимости от размера, образование адъювантной терапии может послужить вариантом локального контроля, когда других альтернатив нет. То есть, ну вот какие-то вырезки такие есть, но эти фразы нужно будет переписывать. И возвращаясь к как раз рекомендательной базе, базе клинических рекомендаций ЭСМА, но и также, как вот мы привыкли видеть эти алгоритмы, которые публикуют НССН. И вот еще одна выдержка. Таким образом, при назначении адъювантной и неоадъювантной терапии препаратами первой линии являются доксорубицина и фосфамид. Согласен для органных ангиосарком, но в зависимости от локализации эти схемы должны варьировать. А конкретно при молочной железе наш опыт показывает, что использование комбинированного режима гемцитабина и доцитоксела показывает преимущество по сравнению с литературными данными, хотя процент этих пациентов очень небольшой. 15 пациентов. Мы изучили этот режим достаточно детально. Именно при ангиосаркомах режим используется в качестве второй линии лекарственного лечения многих морфологических подтипов. Эффективность непосредственно это 38% при контроле роста опухоли в 93%. Я буду быстро пробегать, иначе я не успею показать самые интересные слайды. Медиана безрецидивного периода после окончания в группе которых получали химиотерапию составила 5 месяцев. Общая выживаемость не достигнута, но эти данные я, к сожалению, не успел обновить до сегодняшнего доклада. Покажу вам позже. По токсичности. Понятно, это токсично. И клинический пример. Пациентка 22 лет. 10-й год. Отметила узловое образование в молочной железе быстро стало увеличиваться. В сентябре в диспансере выполнена тонкоигольная биопсия. Молочная железа увеличена в размерах, вы видите на картинках. Опухолевый узел порядка 12 см. Молодая девочка. Гистологически умеренно дифференцированная ангиосаркома с низкой методической активностью и очагами некроза. Второй степени злокачественности. На первом этапе проведено было 5 курсов химиотерапии в режиме гемцитабина и доцитоксел с КСФ-поддержкой. Мы получили хороший результат. Опухоль уменьшилась с 12 до 5,5 см. Далее было выполнено хирургическое лечение в объеме мастектомии с частичным сохранением кожи и установкой экспандера Беккера с реконструкцией торакодорзальным лоскутом. По морфологии ангиосаркома со второй степени лечебного патоморфоза. Ее фотография после операции. В послеоперационном периоде мы провели еще 3 курса суммарно, то есть она получила 8 курсов химиотерапии. Но через 16 месяцев появление болевого синдрома в области поясничного отдела позвоночника выявлено объемное образование с вовлечением крестца, верифицирован метастаз ангиосаркомы, переключились на другой режим и фосфами с доксорубицином. Был некий эффект, 4 курса, дальше выполнено хирургическое вмешательство в объеме декомпрессивной ляминоктомии. По морфологии еще раз подтвердился метастаз ангиосаркома, было еще проведено 4 курса химиотерапии, дальше курс лучевой терапии. Но несмотря на все наши действия, пациентка погибла ровно через 2 года от момента постановки диагноза, при том, что это была первичная ангиосаркома молочной железы и процесс был локализован именно в железе. Но при сборе анамнеза выяснилось, что есть сестра-близнец и точно такая же девочка, абсолютно одинаковая, они внешне чуть-чуть отличались. Таких же 22 лет. На моменте диагностики был выявлен узел до 6 сантиметров, располагающийся в левой молочной железе. Поскольку он был по размерам меньше, чем у первой, и морфологи нам сказали, что это промежуточная степень злокачественности, и на вопрос, когда мы всегда пытаемся понять промежуточное, оно промежуточное больше в добро или больше в зло, сказали, что выглядит более благоприятно по сравнению с первым случаем, мы пошли по пути первичной хирургии. По гистологии дальше вторая степень злокачественности, 75% это высоко дифференцированная ангиосаркома и 25% умеренно дифференцированная. После этого далее 4 курса также комбинированной химиотерапией, гемцитабином и доцитокселом. Было проведено генетическое исследование и был выявлен герминальная мутация в 10-м экзоне гена BRCA2. Понятно, что мы загрузили это во все базы данных, атласы и так далее, но самая интересная часть была дальше. Когда собрали родственников, оказалось, что носителем этой мутации был отец девочек. И следующий этап, о котором я уже думаю сейчас, но, к сожалению, контакт с семьей утерян, что у отца нужно было посмотреть, нет ли у него случайно рак простаты или поджелудочной железы, как у Берсии мутанты. Ну и Итого морфологические подтипы это ангиосаркома наиболее часто, следующий подтип это злокачественная листовидная опухоль, которая, если она просто листовидная, то бог бы с ней, пусть она растет, ее можно хирургически убрать, дополнительное лечение никакое не нужно, не нужно делать никакие лимфодисекции, это туда все равно не метастазирует. Но если это додифференцированный вариант, то это лечится как хайгрейдсаркома, это полный объем комбинированного лечения. И с учетом расположения в зоне молочной железы, зная эту морфологию, не нужно идти на лимфоденектомию. В акселярной зоне лимфоузлов не бывает метастатического поражения при таком морфологическом подтипе. Хирургический объем понятен, трудная задача и самое наверное проблематичное распознать на первом этапе. Вот вторичная ангиосаркома мы увидели эти синие пятна на коже, они типично выглядят. А когда внутри самой ткани железы и кожные покровы не изменены, достаточно просто это перепутать с обычной эпителиальной опухолью и зачастую так и происходит. Эти пациенты уже обращаются к нам от обычных онкологов, скажем так, не узкоспециализированных, которые идут на хирургическое вмешательство. дальше при плановой гистологии морфолог говорит, что извините, чуть-чуть мы ошиблись. И эти случаи есть и в Санкт-Петербурге, есть и в Москве это есть. И есть хирурги, которые я знаю, которые оперировали этих больных в Санкт-Петербурге и не успевали снимать швы, появлялись рецидивы опухоли. То есть настолько быстрое агрессивное течение. У меня на этом все. Большое спасибо.